И вышед, Иисус шёл от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли, всё это, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, всё будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончения века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, я Христос. И многих прельстят. Также услышите о войнах, о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это ещё не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, и землетотрясения по местам. Всё же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя моё. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие уже пророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасётся, и проповедано будет всей Евангелие Царствия во всей вселенной, по освидетельству всем народам. И тогда придёт конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, речённую через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Гори же беременным и питающим сосами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бедство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжа Христы и лжа пророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Вот, я наперёд сказал вам. Итак, если скажет вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаёмных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней этих солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звёзды спадут с неба, и силы небесные поколебрятся. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные. И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлёт ангелов своих с трубой громогласной, и соберут избранных его от четырёх петров, от края небес до края их. От смокомницы возьмите подобие. Когда ветви её становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы видите все сие, знайте, что близко, при дверях. И истинно говорю вам, не прийдет род сей, как всё сие будет. Небо и земля приедут, но слова мои не приедут. О дне же там и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошёл Ноя в ковчег, и не думали, пока не пришёл потоп и не истребил всех. Так будет в пришествии Сына Человеческого. Тогда будет двое на поле. Один берётся, другой оставляется. Две мелищи в жерновах, одна берётся, другая оставляется. И так, босс, выйти, потому что не знаете, в который час Господь ваш придёт. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, какую стражу придёт вор, то босс был бы недавно подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, во который час не думаете, видит Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришёл и найдёт поступающим там. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставят его. Если же раб тот будущий зол скажет в сердце своём, «Не скоро придёт Господин мой и начнёт бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придёт Господин рабат того в день, который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечёт его, и подтвердит его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Субтитры создавал DimaTorzok